Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два месяца подготовки и вот она, генеральная репетиция. Будущие мамы уже на сцене отрабатывают свои танцевальные номера. Движение все знают, но волнение иногда отражается на качестве. Светлана Расторгуева, например, посещает центр «Растём вместе» чуть больше месяца. Говорит, конкурс для неё не цель, а возможность получить новые впечатления. От конкурса я ожидаю получения нового опыта, позитивных эмоций, показать то, что беременность – это радость, это возможность проявить себя. А проявить себя в конкурсе действительно есть где. Каждая из участниц должна сделать себе презентацию, выступить в спортивно-танцевальном номере, показать своё мастерство в кулинарии и пеленании ребёнка. Ну а самый трогательный и интересный этап – конечно, дефиле в платьях. Конечно же, все девочки готовятся к дефиле больше всего. И мы выбирали платье очень долго. Кто-то шил, кто-то покупал, кому-то помогали организаторы в поисках. Дефиле, конечно, очень красивое получилось. Даже организаторы говорят, что в этом году оно какое-то особенное. А вот в каких платьях предстанут будущие мамы и какие конкурсы организаторы подготовили для пап и зрителей, можно будет увидеть 29 ноября. Начало конкурса в 16 часов в Центральном доме культуры. Вход свободный. Кроме того, за всех участниц можно отдать голоса за лучшее фото на сайте aquamama.ru. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.